14 муниципальных программ будут финансировать в следующем году. Одна программа «Социальная поддержка граждан Сарова» закрылась. Больше она не относится к полномочиям органов местного самоуправления. По программе обеспечения жильем вырастет финансирование под программы «Молодая семья». Жилыми помещениями по договорам социального найма собираются обеспечить 30 семей. Еще 15 выделят жилье стандартного класса. 46 миллионов будет направлено на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для участков многодетным семьям на улице Нижегородской. 35 миллионов рублей заложено на строительство стадиона школы номер 7. Запланировано строительство, софинансирование строительства Академика Нигина. Это включая улицу 132 и улицу 133 на участке от улицы Зернова до Менделеева. Строительство автомобильной дороги в детской поликлинике. Строительство бульвара в микрорайоне 15. Строительство ливневой канализации в районе малоэтажной жилой застройки Яблоневый сад. Продолжится строительство школ на 600 мест на улице Зорге. На эти цели на 2020 год заложено более 144 миллионов из областного бюджета. Строительство детского сада Микорайон 22 на 21 год заложено 90 миллионов местный бюджет. На строительство Центра культурного развития, заявленного ранее, деньги пока не предусмотрены. Более 73 миллионов рублей направят на формирование современной городской среды. Из них более 60 миллионов пойдут на финансирование под программы «Содействие развитию паломнического кластера Арзамас-Дивеева-Саров». Пока идут дебаты относительно того, на благоустройство каких объектов направить деньги. На следующих заседаниях депутаты вернутся к обсуждению бюджета Сарова на следующий год. Екатерина Опёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.